сколько нужно времени чтобы полностью зарядить iphone 12 pro зарядкой маг сейф вы удивитесь привет друзья в этом видео и расскажу вам всю правду про маг сейф и поверьте это совсем не то про что вы думаете а еще мы сравним разные зарядки найдем лучший способ заряжать iphone 12 pro так что делайте громче и мы начинаем ребята с англоязычного канала макс так провели интересный тест зарядок для iphone 12 и он показал очень необычные результаты мы собственно решили его повторить и у нас вышло ровно то же самое и так мы берем вот такой полностью разряжена iphone 12 pro и ставим его на зарядку маг сейф чтобы узнать за какое время он зарядится второй такой же включим в новый 20 ватный зарядный блок по кабелю lightning 3 старую добрую 5 ватную зарядку и наконец 4 поставим на обычную беспроводную зарядку и посмотрим что из этого выйдет а заодно узнаем какой блок питания больше всего подходит для маг сейф и вообще какая зарядка идеально для iphone 12 или 12 pro результаты этого теста чуть позже пока я хотел бы рассказать вам то что никто не рассказывает про маг сейф а ведь это ужасно интересно вы никогда не задумывались почему apple еще сто лет назад не перешла на юсбиси в своих смартфонах и зачем она так держится за свой lightning все дело в программе мфа или мэйд фрай фон частью которой lightning и является apple создает свои уникальные разъемы и продает на них лицензии например чтобы продавать официально кабеля lightning и иметь значок мфа я если вы хотите продавать такие кабели значок мфа обязателен в общем за такую возможность вам придется платить по 4 доллара за каждый проданный кабель до производители вынуждены платить apple за использование лицензии над конечно отметить что это взаимовыгодное сотрудничество потому что на аксессуарах для iphone ежегодно зарабатывается столько денег сколько сяоми наверное не зарабатывает на своих смартфонах теперь вы понимаете почему оригинальные кабели стоят не дешевле чем 15 20 баксов а вот сейчас будет немного сложно но очень интересно евросоюз уже довольно давно пытается привести всех производителей техники к тому чтобы они использовали единый стандарт для зарядки так мол и человечнее и экологичнее грета будет довольно и соответственно давит то больше всех как раз на apple с ее lightning потому что все уже давно перешли на юсбиси apple понятное дело просто так отказываются от своего разъема не хочет думаю вы уже догадываетесь почему а зарабатывать на юсбиси у компании не получится это открытый стандарт но депутаты евросоюза судя по всему готовы перед до конца и тут такое наверное случается только с гениальными компаниями apple по сути убивает двух зайцев она придумывает маг сейф допустим через пару лет apple полностью откажется от разъема в своих смартфонах и евросоюз получит то что хочет больше не будет никакого lightning при этом все айфоны будут заряжаться по общедоступному протоколу беспроводной зарядки че только вот стандарт че тоже открытые и на нем особо не заработаешь но если добавить вокруг этой зарядки че магниты а потом такие же магниты добавить в айфон случается такая магия что хогвартс просто отдыхает потому что apple сможет лицензировать эти зарядки и теперь это не только кабели но еще и даже чехлы смог сейф и еще кучу всего вы понимаете да какой трюк провернули в купертино apple не просто взяла и ввела оплату за новую зарядку она придумала нечто уникальное и на первый взгляд очень интересное с точки зрения разных аксессуаров настолько уникально интересное что уже два месяца мир обсуждает чехлы и зарядки маг сейф то есть apple не лишается программы м фай я имею ввиду зарядки и кабели и скорее всего даже увеличивает количество устройств потому что тут и чехлы и кармашки и беспроводные зарядки и автомобильные держатели в общем очень много всего но главное что все сделано настолько элегантно что весь техномир говорит о настоящей революции и что в следующем году куча android смартфонов будет поддерживать такие же магниты разница только в том что apple не просто придумала разъем ради разъема она решала реальную проблему и пыталась не потерять доход и теперь скажите да jobs был уникален и прозорлив но разве тим apple не такой же чертов гений одним словом ребятки вы прошли краткий курс как эффективно зарабатывать деньги и честно говоря apple хочется только похвалить за нахочилась но кто еще мог придумать такое а теперь вернемся к нашему тесту и посмотрим какая же зарядка справилась лучше всего и так новому 20 ватт нам у блоку питания с кабелем тайп сена lightning понадобился один час и 45 минут для полной зарядки iphone венад про далеко не рекордный результат но терпимый скажем так на втором месте разумеется макс сейф этой зарядки в паре с 20 ватт нам блоком питания нужно заряжать именно с таким блоком питания понадобилось два часа и 45 минут хотя этот показатель можно увеличить и через пару минут я вам расскажу как на третьем месте старый добрый 5 ваттный блок питания его результат три часа ровно и наконец на четвертом месте обычная беспроводная зарядка на 20 ватт от сяоми и с ней iphone зарядился за три часа и 15 минут вот вроде бы и все четко и понятно эта зарядка быстрее это медленнее но тут-то как раз и начинается самое интересное во первых новая 20 ваттная зарядка отдает полную мощность только для iphone 12 pro max iphone 12 и 12 про получают 18 ватт как в старой прошлогодней зарядки но и этот показатель падает до 14 ватт когда заряд смартфона доходит до уровня в 50 процентов а когда смартфон набирает 70 процентов заряда мощность блока питания падает до 9 ватт и наконец когда зарядка доходит до уровня 80 процентов она падает до 5 ватт и вот на такой мощности смартфон как раз и доходит до 100 процентов заряда тут конечно ярко заметно как apple старается беречь аккумуляторы своих смартфонов чтобы они не изнашивались от слишком быстрой зарядки но мораль тут другая если у вас есть старый 18 ваттный блок питания от iphone 11 например прошлогоднего и в этом году у вас iphone 12 или iphone 12 про то менять этот блок питания смысла нет никакого дальше еще круче помните что apple говорила про максей это единственная беспроводная зарядка для iphone 12 который позволяет заряжаться с мощностью в 15 ватт обычные же и че зарядки даже если будут гораздо мощнее все равно смогут отдавать айфону только семь с половиной ватт так вот максейф отдает те самые 15 ватт только на старте а затем мощность падает до 6 ватт то есть вот эти все разговоры про то что iphone 12 мини ограничен только 12 ваттами зарядки это все фигня потому что основную часть времени любой iphone будет получать ровно те самые 6 ватт но как вы уже видели максей все равно существенно быстрее обычно беспроводной зарядки и причина в том что встроенные магниты идеально центруют телефон и зарядку и катушка телефона находится четко над катушкой максейф но если говорить про цифры то за полчаса максейф заряжает iphone 12 про на 30 процентов за час на 55 процентов а полная зарядка занимает как вы помните 2 часа и 45 минут знаете что забавно если заменить фирменный 20 ваттный блок питания от apple на такой же 20 ваттная танкер мы вам про него уже рассказывали то максейф будет заряжать iphone быстрее полная зарядка с анкер и максейф занимает 2 часа и 15 минут а это на полчаса быстрее такие вот чудеса или просто разные алгоритмы работы зарядного блока при том что сама зарядка анкер на на размером сопоставима со старым 5 ваттным зарядным блоком от apple вы помните американская версия такой маленький квадратный брусочек какие из всей этой истории выводы во-первых если у вас уже есть 18 ваттная зарядка от apple то менять ее особого смысла нет точнее вообще никакого смысла нет если вы ищите новую зарядку то вы можете купить и например в ту же 18 ватт но если она окажется дешевле или вот такую зарядку от танкер на 20 ватт мы вам про нее уже рассказывали она очень маленькая сделана на основе нитридогалия промок сейф могу сказать так штука эта прикольная если у вас достаточно средства вы можете взять ее вместо обычной беспроводной зарядки но как минимум ваш iphone будет заряжаться немного быстрее но если вы вдруг решили обновиться на iphone 12 только из-за максейф я вам честно говоря рекомендую подождать до следующего года тогда появится гораздо больше аксессуаров сама зарядка явно улучшится возможно увеличится даже скорость и мощность а пока это новая фишка которую надо дорабатывать и apple будет это делать вы теперь уже понимаете почему но по поводу зарядок кроме фирменной 20 ватт на и всегда можно купить зарядку от танкер на 18 или 20 ватт они маленькие стоят дешевле или есть такая же зарядка от аюкей тоже обойдется дешевле оригинальной зарядки apple это компактные блоки на основе нитридогалия и кстати в ближайшее время мы расскажем вам про интересные аксессуары для iphone 12 в том числе и про зарядки от других компаний так что не забудьте подписаться и исключить все уведомления особенно если вы как раз искали себе что-нибудь новенькое если вам понравился ролик поставьте лайк и напишите в комментариях какую зарядку используете вы а это за рока всем пока а и Субтитры сделал DimaTorzok